Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным сложным местам Священного Писания. И сегодня, отталкиваясь от двух текстов, это книга «Притч» 20 глава 19 стих и книга «Левит» 19 глава 17 стих, мы зададимся вопросом, можно ли подозревать другого человека в чем-то нехорошем, в чем-то дурном. Давайте прочитаем сначала то, что написано в книге «Притч» 20.19. «Кто ходит переносчиком, имеется в виду переносчик сплетен, слухов, тот открывает тайну, и кто широко раскрывает рот, с тем не сообщайся». И книга «Левит» 19 глава 17 стих, «Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, в мыслях, обличи ближнего твоего», то есть открыто, один на один, как Господь учит, «и не понесешь за него греха». Итак, с одной стороны, мы не имеем права думать о другом человеке плохо, даже подозревать его в чем-то предосудительном, в чем-то плохом. С другой стороны, мы должны обличить человека ради его спасения. Но проблема заключается в том, что вопрос чаще так не ставится. Возникает подозрение, что у человека есть проблема, например, нравственная и моральная, и мы думаем, как бы его обличить один на один. Мы сразу начинаем делиться своим подозрением с другими людьми, с третьими лицами, которые вообще никакого отношения к этой ситуации не имеют и иметь не могут, так как Христос учит нас обличать прежде всего один на один. Такое подозрение есть на самом деле неуверенное мнение относительно какого-то зла. И оно, такое подозрение, может оправдаться, а может не оправдаться. Потому что здесь неуверенность присутствует. Это не знание, это подозрение. И в то же время бороться со злом необходимо и в себе, и в других. И может показаться, что подозрение оправдано и даже необходимо, иначе зло будет распространяться. Но давайте посмотрим, что говорится в Писании. Первое Коринфянам, 13 глава, 2-й и 3 стих. «Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». То есть мы должны оценить с точки зрения любви собственное подозрение. Не порождено ли это подозрение отсутствием любви, а если так, оно не имеет никакого смысла. Медь звенящая, кимбал звучащий. Другая мысль, которая может возникнуть по поводу нашего подозрения, ведь подозрение в чем-то злом является не более, чем только собственным человеческим мнением. И таким образом оно как бы и не причиняет ущерба, прямого ущерба другому человеку. Но это до тех пор, пока оно у тебя внутри. Да, оно не причиняет вреда тому, кого ты в чем-то подозреваешь. Но ты уже осквернил свою душу этим подозрением. Левит 19.16. Мы уже это прочитали. «Не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай на жизнь ближнего твоего. Я Господь, Бог ваш». Вот смотрите, здесь такое интересное соприкосновение. «Переносчик, не восставай на жизнь ближнего. Не ходи переносчиком, не восставай на жизнь ближнего». Оказывается, клевета, сплетня, она может убить человека. Это восстание против его жизни, всей его жизни в полном значении. Переносчик, как такой некий информационный киллер, убийца, он очень опасен. А те, которые восприемлют клевету, передают ее дальше, они участвуют в групповом духовном киллерстве. Иногда мы не придаем значения каким-то словам, что-то мы сказали о каком-то человеке. Мы скорее придадим значение дурному поступку нашему против какого-то человека. И об этом расскажем на исповеди. А сколько раз просто в словах мы осуждали человека, в присутствии других дурно высказывались о нем, мы на это не обратим внимания. Есть такой классический пример. К одному старцу пришли две женщины, и у одной действительно был серьезный грех. Она рассказала об этом старцу, он отпустил грех. А другая сказала, я за собой слежу, у меня нет серьезных грехов. Но вот иногда сплетничаю, иногда ругаюсь. Но я не могу все это упомнить, это жизнь. Тогда старец повелел той женщине, у которой был серьезный грех, пойти и найти один какой-то камень, значительный, чтобы она могла его нести и принести в келью. А той женщине сказал, собери мне там 40 или сколько-то камней и тоже принеси маленьких, чтобы ты смогла их принести. И вот через некоторое время они вернулись, ну достаточно скоро, почти вместе. Потом старец сказал обоим, а теперь пойдите и положите камни, откуда вы их взяли. И вот та, у которой был большой камень, она быстро нашла это место, там примятая травка, положила, вернулась. А та, которая собрала много камней, она так и не смогла найти эти места. Слова, которыми мы бросаемся в других людей, в священноначалии, в духовных отцов, в наставников, по отношению к другим православным людям, соседям, верующим и неверующим. За каждое слово человек даст отчет. Поэтому очень важно с самого начала не допускать подозрения в чем-то дурном того или иного человека. Найти какое-то извинение, оправдание, но не допускать подозрения. Почему нам легче обвинить, ну не то чтобы обвинить, начать подозревать человека в дурном? Ну, во-первых, еще Блаженный Августин говорил, что мы не в силах избавиться от подозрений. Это как бы вот такая ситуация, мы с время проецируем собственные проблемы на других людей. Но апостол Павел пишет послание к филиппийцам, 4, 13, «Все могу во укрепляющем меня Иисусе Христе». Что это означает? Это означает, что если ты имеешь дурное подозрение, то это связано с тем, что ты сам дурен. А если в твоем сердце любовь Божия, ты можешь иметь подозрения. У нас об этом будет отдельная беседа. Но в таком случае ты будешь подозревать другого человека только в хорошем. Святитель Иоанн Златоуст, комментируя слова из Евангелия от Матфея, «Не судите», ну и так далее, говорит, «Этим предписанием Господь запрещает христианину не укорять других, если намерение его благи, а презирать христиан, превозносясь собственной праведностью, ненавидя и осуждая других главным образом по причине одних только подозрений». Это недопустимо. Презирать брата только на основании подозрений. Потому что подозрение — это не факт, это предположение. Это или слух твой зафиксировал что-то дурное, сказанное о другом человеке, или ты сделал что-то плохое против этого человека, а потом, как бы находя себе изменения, действуешь так, как действуешь, начинаешь его подозревать. древние, во-первых, имели такое рассуждение. Когда человек сам по себе дурен, и поскольку он дурен, то он склонен думать, что другие тоже и так же дурны, согласно сказанному в Писании. А что сказано в Писании? «По какой бы дороге ни шел глупый, у него всегда не достает смысла, и всякому он выскажет, что он глуп». Экклесиаст, 10 глава, 3 стих. То есть каждый дурен своей собственной дуростью, и в ней подозревает других. святитель Григорий Богослов учит человеку свойственно обвинять и подозревать других людей в собственных грехах. И в Евангелии мы читаем. «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату, дай, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? А почему здесь только два образа? Сучок, бревно, бревно, сучок? Это какая-то одна страсть. Ну, скажем так, дубовая какая-то страсть. Если у тебя это целое бревно, ты в каждом, может быть, даже в младенцах будешь видеть намек на какие-то сучки. то есть ты по подобному собственному падшему состоянию оцениваешь других. И есть уже совсем классическая история, я ее неоднократно рассказывал, как ночью в монастырском саду сидели три монаха и пребывали в созерцательной молитве, и вдруг они увидели один из братьев, тоже монах, в темноте, ближе к стенке, к стенке, к кустам, перелез через монастырскую стену и побежал в сторону селения. подарки и чтобы слава принадлежала только Христу. Вот это классический пример того, как каждый имеет свое дурное и через призму этого дурного он смотрит на весь окружающий мир. Далее, а любой человек, который на виду там президент, патриарх, там правящий архиерей в собственной епархии, там настоятель в городе, в селе, предприниматель и так далее, он всегда будет окружен подозрениями и слухами. Но о чем могут свидетельствовать эти слухи и эти подозрения, что любой человек в своем дурном подозревает других людей? Блудники будут говорить о вас, что вы нецеломудренны. Нечистые на руку будут говорить, что вы коростолюбивы и не прочь присвоить себе чужое. обидчики будут говорить, что вы агрессивны. По сути дела, каждый из них будет рассказывать о себе. Ибо то, что имеет в себе, он видит в другом. И следующий момент. Когда человек дурно расположен к другому, ведь когда человек ненавидит или презирает другого, или сердится на него, или завидует ему, это, кстати, чаще зависть, то такому человеку достаточно ничтожного повода, чтобы подумать о нем дурно, кого он ненавидит и кому он завидует. Поскольку каждый легко верит тому, во что хочет верить. И наоборот, если ты любишь какого-то человека, уважаешь, и до тебя доносятся какие-то слухи, ты говоришь, ни в коем случае этого не может быть. И вот какой вывод делает Блаженный Августин. Он учит. Мы не любим тех, кому делаем зло, и любим тех, кому делаем добро. Мы не любим тех, кому делаем зло. Мы их подозреваем, мы сплетничаем, злоумышляем, и любим тех, кому делаем добро. Эта точка зрения Блаженного Августина, она является ответом на вопрос, а как исправить ситуацию. Начни делать добро тому, кого ты подозреваешь в чем-то плохом, предосудительном, и твое отношение к нему изменится, и все твои подозрения рассеются. Посмотрите на наших религоведов, сектоведов, как они борются сектантами, эритиками, раскольниками, не гнушаются ничем. Создают структуру, что-то даже напоминающее политическую полицию, то, что было гестапо в Германии, собирают компромат, устраивают съезды и обмениваются компроматом. Вот у меня на такую-то секту, у меня на такой-то раскол компромат. Обсуждают, как лучше оформлять публикации по поводу компромата. А что это? Разве в православии цель оправдывает средства, если они это делают ради церкви, ради Христа? Бог есть любовь, и невозможно творить зло во имя любви, высшей любви, которая одинаково объемлет и праведных, и неправедных. Цель не оправдывает средства, никакая цель. В православии именно цель обнаруживает, то ли мы приближаемся к нашей цели, ко Христу, то ли бесконечно удаляемся от него. И третье. Люди, которые прожили долгую жизнь, ну, уже в возрасте, они бывают очень подозрительны, поскольку они во многом были обмануты и сами обманывали. И вот эту свою подозрительность они начинают развивать, транслировать на следующее поколение. Это конфликт между отцами и детьми, но это кривляние перед зеркалом, потому что конфликт между отцом и ребенком, отец срывается на конфликт, как бы ругаясь в зеркало, потому что его ребенок кость от кости, плоть от платья. Кто воспитывал этого ребенка? Кто учил его молиться или не учил его молиться? Кто сделал его характер таким, каким он его сделал? Подозрение это скрытый суд над другим человеком, потому что обвинение начинается с подозрения, а высказанное подозрение это всегда клевета, потому что тот, кто имеет подозрение, он не имеет уверенности. Тот, кто подозрительно относится к кому-то, он не может быть свидетелем о ком-то. Подозрение это чувство, но не факт, поэтому любое высказанное подозрение, может быть, оно правильно, может быть, нет, это клевета. Закон о свидетелях, библейский закон о свидетелях, он предельно конкретен. Второзаконие, 19 глава, с 15 по 21 стих. Сказано, недостаточно одного свидетеля против кого-либо в какой-нибудь вине и в каком-нибудь преступлении и в каком-нибудь грехе, которым он согрешил. При словах двух свидетелей или при словах трех свидетелей состоится всякое дело. Если выступит против кого свидетель несправедливый, обвиняя его в преступлении, то пусть предстанут оба сии человеку, которых тяжба пред Господа предстанут, пред священников и пред судьею, который будет в те дни. судьи должны хорошо исследовать. И если свидетель тот, свидетель ложный, ложно донес на брата своего, то сделай ему то, что он умышлял сделать брату своему. И так истреби зло из среды себя, и прочие услышат и убоятся, и не станут впредь делать такое зло среди тебя. Да не пощадит его глаз твой, то есть лживого свидетеля, душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу. Какой кто сделал вред ближнему своему, тем должно отплатить ему. Вот об этом мало кто знает, но это заповедь Бога. Например, ты подозреваешь, человека, мужа в неверности жене. Ты стал высказывать свое подозрение. Тебя привлекают на церковный суд, и там доказано, что ты неправ, твое подозрение неоправдано, подозрение это не свидетельство, и если ты озвучил его, то это клевета. И что с тобой надо сделать? А то, что делают с неверным мужем, побить камнями. Так и сказано. И если свидетель, тот свидетель ложный, ложно донес на брата своего, то сделай ему то, что он умышлял сделать брату своему. ведь он же знал, что полагается за то преступление, в котором он обвинил брата своего. Мы, христиане, знаем, как обличать братьев по вере. Один на один, с усердием, без подозрений ложных, со страхом, как бы не ошибиться. И поэтому некоторые святые старцы допускали даже такую форму обличения. Например, один старец, он был по-своему прозорливый, он стал замечать за молодым монахом, что тот в лице изменился, поведение его другое, глаза куда-то прячет. И он стал как бы подозревать его в чем-то таком предосудительном. Но он не мог оскорбить юность молодого монаха своим подозрением. И он пошел следующим путем. Он пришел к нему на исповедь и говорит, брат, я знаю, ты молод, но я хочу только тебе исповедоваться. И стал рассказывать этому молодому монаху все то, о чем как прозорливец догадывался о нем. И он это рассказывал до тех пор, пока тот молодой монах не закрыл лицо руками, не упал на колени и сказал, каюсь, отче святой, сними с меня эти грехи. Поэтому будем бежать, буквально бежать от переносчиков сплетен и слухов, дабы самим не оказаться запятнанной этой убийственной грязью. Итак, братья, сестры, отцы, мы рассмотрели сегодня еще один интересный вопрос, по-сому сложный. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о новых беседах и берегите себя. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова